Материал, которым я с вами сейчас поделюсь, он повергает в шок, не то чтобы мы об этом не знали, но когда мы это видим, это не оставляет нас равнодушными. Садитесь, садитесь, да? Ой, какой ты красивый, Марсик! К какому льву, скажите, в каком цирке? Мощного, да? В каком льву вот так вот еще можно безобразием заниматься, скажите? Какой ты красавчик! Сад герзопашный меня убил. У них одинаково шесть хотелось сказать. Одинаково назад. Грибы одинаково. Нет, ну я бы в густоты его, конечно. Я добавила. От радости, от умиления глаза закрывает, ему так нравится. Помощь и поглажь, он поможет. Вот честно, вот просто вот смотришь на всех этих защитничков, и вот... Ой, как же им хочется всем разом просто по роже зарядить. Вот я сейчас вспоминаю случай, вот они сейчас и говорили вот про эту осаду, да? Вот, я вспоминаю случай тоже с этой осадой. Вот когда ее привезли, там, значит, вот этот доктор Василий, там у них съемки и так далее. А у нас, ну, были свои львята, которые родились в Тайгане и так далее. Они у меня как раз на экспозиции сидели. Ну, на моей территории имеется в виду. И львичка, там сидел, значит, львенок и львичка. Львичка заболела. У нее что-то с костями было, причем об этом и Зубков был в курсе. На тот момент еще, когда Ляля работала, получается, и Ляля тоже была в курсе. В общем, все-все были в курсе. Каждый день я предупреждал, что вот она такая-сука и так далее. Она у нас сидела на экспозиции, все видели, что она еле-еле ходит и так далее и тому подобное. И что ты думаешь? В один прекрасный момент, значит, Зубков меня штрафует на 5 тысяч за то, что она, значит, на экспозиции сидит. Хотя я ему, вот, да, говорил об этом, что надо убрать ее куда-то, что люди хотят смотреть на здоровых животных и так далее. Ну, ему все похеру, а потом вот получай, на тебе штраф 5 тысяч и иди ты нахуй, как говорится. Ну, ладно, хрен бы с ним. И вот он, вот что меня больше всего поразило и убило. Да, вот он вот этих вот привезенных, там, значит, хейтится на них и так далее. Не хейтится, а как это называется-то? А, хайпится. В общем, не знаю, короче говоря, хайп ловит на них и все. А на своих животных, ты знаешь, как он с этой львичкой поступил? Значит, мы ее отсадили, она там 2 или 3 дня корежилась от боли и все. И, значит, ну, никто за ней, в общем-то, не следил. Ее там кинут, ей кусок мяса, да, там воду поменяют и все. На третий день он просто пошел и застрелил ее. Просто застрелил. Он даже не пытался этого Василия как-то привлечь, что вот здесь сказать, ну, ты ж доктор, давай, вот, и вот у нас еще одна львичка есть, у нас родила. Я ему похеру, блин. Ну, просто взял и застрелил, он взял ружье и застрелил ее прямо в казарме. Прям в казарме застрелил. Эх, от этого выстрела на весь парк было. Боже мой, у него даже зубиков нет никаких. Нет, ничего, еще до месяца не было. Ну, это котеночек. Мама как потом их принимает? Прекрасно, соломой обтерт и сеном отбиваем запахи. Ну да, чтобы максимально их не трогать. Сила, а девочка, как у вас. Вот теперь вас можно назвать миллионером, потому что у вас главное богатство, малыши. Какие есть, все краснокнижные, редчайшие. И это еще не все в этом ходу. Номер 301, номер 302 в них. Они действительно редчайшие, кто здесь? Вот эти беленькие. Самые редкие. После них идут амурские тигрята, тигры, которых тоже 450 в природе всего. Вот осталось. Добрый день, дорогие друзья, подписчики канала Человек и Лев. И сегодня я вам показываю сразу львят от разных отцов и в разного периода их возраста. Так вот, обратите внимание, почему все-таки львята в парке Львов-Тайган всегда вырастают добрыми. Ну, потому что мы с детства вот так, с первых дней их берем на руки, осматриваем и даем даже возможность фотографироваться всем посетителям. Но пока я бегал по судам. Вот, многочисленные родила одна самка, два месяца назад львят. И их никто не брал в руки. Они не знают руки человека. И даже руки сотрудников, потому что они, их выкармливала мама. И вот посмотрите, чудесный, чудесный львенок чудесный, но совсем неконтактный. Уж он точно покусает не только этого военнослужащего несчастья вот этого Саксского района, но и любого. И, конечно, он совершенно не годится, не годится для уже фотосессий. Вот, поэтому эти львята будут, ну, жить отдельно уже. И их характер уже никогда не станет таким, как у малыша, у чука, у гека, у других известных львов. Вот, ой, господи. Но в лучшем случае они будут по характеру, как наша известная львица, стерва. Вот, либо у них будут вот такие же злюка, к примеру, кричка злюка, да. Вот как важно, я этим сюжетом хочу вам сказать, насколько важно все-таки контактировать с малышами, давать путь это львенок в номер будет, когда он играется, гладит полчаса на коврике в гостинице, или фотоплощадка с малышами. Но эти два месяца в жизни львов парка Тайган крайне важны. Они дают вот тот характер, вот ту связь между человеком и львом, который потом прославляет парк Тайган, да и мне, как директору, позволяет чувствовать себя безопасно не только в сафари, но и, в общем-то, на территории, что в ней нет вот таких агрессивных, злых, неуправляемых львов. Олег Алексеевич, то есть в таком возрасте уже бесполезно вот два месяца? Конечно, можно, но нужно потратить больше времени, любовь, ласка. Вот, но времени у меня нет вот сейчас, поэтому тут даже тапок мало поможет, понимаете, потому что, ну, потому что, ну, вот ты мой хороший такой, ты хороший, хороший такой, хороший, да, хороший. Ой, такой, мой, такой хороший. Давай, 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 ой, 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 ну, давай, давай, поглаживайся, давай, поглаживайся, давай, поглаживайся, давай, хороший, ой, 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 ой. Смотрите за то, какой яркий контрастный свет. Белый и лежит. Дим, ты опекаешь амурскую тигрицу Мирославу. Но давай проверим твои знания о тиграх. К какому роду семейства кошачьих относятся тигры? Пумы, пантеры, сервалы или гепарды? Пантеры. И это верный ответ. Встречаются ли тигры с одинаковым расположением полос? Нет. Естественно, как отпечатки пальцев человека. Также уникальные полоски у тигр, конечно, элементарные. Правильно. Есть ли полосы на коже тигра или они есть только на шерсти? На коже есть тоже полосы. Ну, а что, они такие вырастают и сами окрашиваются? Нет. Правильно. На какую высоту способен прыгнуть тигр во время охоты? Ну, если смотря куда, вертикально, наверное, три. А если горизонтально, в длину, то, наверное, все. Дима, ты отлично знаешь тигров. Я все равно еще учусь. Вы, кстати, тоже развивайтесь и узнавайте интересные факты о животных. Дима, вот я бы посмотрел на вас, да, вот если бы вы тогда оказались на моем месте и видели, да, как человек берет ружье, идет в помещение, где сидит данная львичка, да. Маленькая ей была, по-моему, месяца три, что ли, или четыре. Маленькая совсем. Недавно буквально перестала сосать молоко матери. Вот, и все. Берет ружье, значит, вот это вот. И просто безжалостно, без какой-либо жалости, вообще без какой-либо жалости, с хладнокровием в глазах, берет и стреляет ей прямо в лоб. Олег Алексеевич Супхов был единственным человеком, готовым принять Фину, Бришу, Тину и Тишу. И мы, волонтеры, с радостью приняли приглашение и собрали необходимую сумму денег для оплаты транспортировки. Дорога заняла четверо суток. Но она прилетела быстро в осознании правильности наших действий для достойного будущего медведя. По официальным подсчетам, на обеспечение животным было собрано около 200 тысяч рублей. Деньги в тот момент были важным, но глубоко не определяющим фактором. По воле исключительно руководства парка, по факту, участие у волонтеров в жизни этих животных свелось к перевозке с автостоянки до парка Львов Тайган. Животные давно сняты с экспозиции и проживают на закрытой охраняемой территории, где запрещена работа даже при службе парка. К бесконечному пониманию обременительной для сотрудников парка работы настал конец. Обстоятельства такого рода секретной деятельности с животными внутри парка мне, к сожалению, неизвестны. Я прошу прощения у людей, кто искренне переживал, принимал участие и до сих пор не забывает про Фиму, Гришу, Тиму и Тишу, четырех самарских медведях, переданных в парк Львов Тайган. С плоднокровием в глаза вперед и стреляет ей прямо в лоб. Олег Алексеевич, обращаюсь к вам после вашего видео с просьбой о максимальных репостах, где вы оскорбляете государственных служащих Крыма и шантажируете общественность от стрела медведей. Вы объездили весь мир и прекрасно понимаете, что приоритетом животных в сафари-парках, а в нашем случае медведям, выделяется участок с определенным ландшафтным дизайном для комфортного проживания животных. Кто вам не давал на территории 32 гектар на протяжении стольких лет создать полноценный сафари-парк? Вы человек, явно не привыкший подчиняться законам государства, когда это касается собственной материальной выгоды. Вы постоянно ищете виновных, не стесняясь при этом переходить на личности, в отношении в том числе и государственных служащих, обвиняя их в известных только вам за ангажированность и коррупцию. Вы очень часто в своих рекламных видео демонстрируете на камеру любовь к вашим питомцам, что лично у меня вызывает большое сомнение. Ведь человек, любящий животных, должен уважать чувства и понимать беспокойство людей, которые потратили огромные силы и средства для отправки по вашему же приглашению животных. Вас постоянно проверяют. Мы обращаемся в органы власти, разыскивая своих предопечек. Я просила вас на протяжении 18 месяцев показать мне медведей, но вы зашли еще дальше. Вы набрались наглости шантажировать общественность отстрелом подаренных вам медведей, включая и самарских медведей, которых я передала вам лично с надеждой тысячи людей на счастливую жизнь в Тайгане. Вместо того, чтобы создать красивую ухоженную территорию для мишек, вы настроили рядами новых торговых павильонов, превратив парк Львов Тайган в вещевой рынок с китайским ширпотребом. Но это и не удивительно с вашей предпринимательской жилкой и сомнительной любовью к животным. Хочу напомнить вам, Олег Алексеевич, что в ваших заведениях нет ни единого специалиста по животным. И нет ничего удивительного, что любая проверка находит нарушение. За доход от сдачи в аренду вашего вещевого рынка можно спокойно содержать хотя бы одного ветеринара или зоотехника в штатном расписании. Вы сами создаете себе проблемы, и никто, кроме вас, в этом не виноват. И в заключение, Олег Алексеевич, оглянитесь вокруг, во что вы превратили, возможно, когда-то вашу детскую мечту. Олег Зубков уничтожил, убил более 30 животных в сафари-парке Тайган с нарушениями всяческих процедур. Прокуратура проводит проверку. Акулова приняла Тайган под свое крыло, смирившись со всеми нарушениями. Она прекрасно знала, что происходит. Активисты ей не раз рассказывали про преступления, совершенные Олегом Зубковым. У меня есть подозрение, что ей очень понравилась финансовая модель развития парка Тайган, многочисленные торговые ларьки. Светлана Акулова вспомнила, как она была коммерческим директором зоопарка и занималась сувенирками. Наверное, это ее и подкупило. Преступная власть нашла в Акуловой. Очень хорошего кандидата на высокие должности. Света показала себя способной ученицей. Она прикрывает преступления. И пытается занять как можно больше должностей со своей сомнительной репутацией. С хладнокровием в глазах берет и стреляет ей прямо в лоб. Я бы посмотрел, как вы там, значит, все это засняли бы. И просто я бы... Ну, наверное, в вашем случае я бы не удивился бы, что у вас от этого челюсть не отвисла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...